Андер, мы с вами в прямом эфире и ждём, когда к нам присоединятся наши дорогие подписчики, зрители, вот с которыми мы сегодня поговорим о новых коктейлях Wellness. Коллеги, друзья, здравствуйте! Сегодня чудесный день, он не очень солнечный, но жить можно. Я буду сейчас говорить практически обычным голосом, но мне нужно ваше экспертное мнение. Да, друзья, пожалуйста, если вы нас хорошо слышите, ставьте плюсики. И тогда мы с Александром сможем начать. Есть плюсики? Пока нет плюсиков, пока к нам просто присоединяются. Вот, мы ждём. Проверка звука, друзья, пожалуйста, ставьте... Это важно. Да, ставьте плюсики, чтобы нас слышать. Потому что если я устрою какой-нибудь яростный пассионарный монолог, и выяснится, что он будет никуда, без ваших плюсиков... Есть плюсики, есть плюсики, пассионарный монолог не требуется. Значит, дорогие лидеры и консультанты, смотрите, мы сегодня рассказываем о трёх новых вкусах Wellness линейки. Это яблочный штрузель, кофе и банан. Они у нас появились буквально вот пару недель назад в ассортименте. Поэтому сначала Александр, собственно говоря, расскажет о наших коктейлях, напомнит о том, для чего они нужны. Потом мы ответим на те вопросы, которые вы прислали до эфира. И после этого будем уже переходить к вопросам, которые вы пришлёте в течение вот того времени, что мы с вами сегодня. Вы можете их присылать либо в комментариях, либо, если у вас видна вкладка со знаком вопросик, то туда. Вот, а мы начинаем. Коктейли Wellness для нас оказались без преувеличения стратегическим продуктом. Сейчас объясню, почему. Создателям удалось реализовать в них практически всё, что сейчас требуется от наиболее активного, точного, таргетного попадания в главные потребности человека, который хочет, что называется, оптимизировать своё питание. И если мы говорим, что наши коктейли – это в первую очередь источник высококачественного, легко-своевого белка, полноценного со всем набором аминокислот, то у него непременно есть ещё и вторая сторона. Наши коктейли практически идеальны в компоненте, как диетический компонент, если мы хотим снизить вес. И это, эти две вещи друг другу не противоречат. Мы хотели бы, чтобы, когда вы задаёте свои вопросы по поводу коктейля, чтобы вы просто, ну, вот эту парадигму, чтобы она была у вас, что называется, перед глазами. И давайте сейчас тогда уже подробно, подробно, максимально подробно. У нас три белка. Это сыворочный молочный белок, это собственный молочный белок или козаинаты, и это соевый белок, из-за соевого белка. Что это означает в переводе? Это означает, что мы можем одним приёмом, 15-граммовым приёмом белка, приёмом коктейля, мы, заменив им вечерний приём пищи, мы получим интереснейшую смесь белков, одни из которых усваиваются очень быстро, вторые будут усваиваться в течение нескольких часов. Но в любом случае мы получим серьёзную долю белка, серьёзное количество белка, которое нам нужно любому из нас, а не только потенциальному спортсмену, или занимающемуся фитнесом, или болеющему, или человеку с амонодефицитом, кому они все нужны. Сейчас я объясню, о чём идёт речь. Сейчас мы будем друг друга дразнить. Вообразите себе колоссальный, с пылу с жару вынутый стейк, прямо вынутый, поданный вам на толстенной дубовой доске с острейшим ножом. И стейк такой хорошенький, где-то на полкило. Один маленький вопрос. А сколько, собственно говоря, белка вы усвоите, полностью съев этот замечательный Econium Strip Loin? Как вы думаете, сколько этого белка будет? Так вот, белка будет в лучшем случае одна треть от общего веса. С чем это связано? Этот белок не очень хорошо усваивается. Это связано не только с тем, что он просто недоферментирован в процессе приготовления, но он ещё недоферментирован будет вами самим. Итак, 20 аминокислот, из которых 10 незаменимых, в составе трёх вариантов белка. Практически это оптимальный состав. Более того, когда мы сравнивали с тем, что творится на рынке, нам самим этот состав невероятно понравился. Тема следующая. Вы помните, у нас 15 доз в пакете. У нас есть 98 калорий на каждую дозу. То есть калорий-то мало. Вот давайте рассмотрим, почему калорий-то мало. Первое. Долой сахар, долой сахарозу. У нас нет сахара в составе. У нас есть углеводы. Безусловно. Вот давайте теперь о них. Это комбинация двух углеводов. Первый – это палатиноза, это короткий олигосахарид. И второй – это мальтодекстрин. Это продукт, это обломки молекул крахмала. У палатинозы гликемический индекс 30, у мальтодекстрина высоченный. Но когда они находятся в комбинации, он становится у них меньше 60. То есть это средний гликемический индекс. Что это означает в переводе? В переводе это означает, что не надо бояться даже диабетиков второго типа. Потому что количество углеводов в порции коктейля составляет 4% от необходимой диабетику в сутки. Порции углеводов. Друзья мои, это означает, что мы не устроим никому подъем инсулина. Мы не устроим никому всплеск гликемический, всплеск в крови. Это означает, что у нас даже эти углеводы, которые у нас есть, находятся практически на оптимальном, минимальном уровне. А у нас есть в составе коктейля пищевые волокна. Есть грубые пшеничные, есть нежные инулин, которые обладают функциями пребиотиков. Пребиотики это то, что создает идеальную питательную среду для флора кишечника. У нас есть лицетин, соеволицетин, который, будучи жиростроимым веществом, занимается тем, что одна из его функций это сжигание жира. У нас есть биотин, у нас есть абсолютно совершенно интересный набор витаминов, собранных в некую оптимальную комбинацию. Что я забыл? Если пытаюсь вспомнить, чего я такого забыл. Силой. Что-что? Силой. 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 Это тоже получается сжигатель жира. Обратите внимание, мы с вами занимаемся еще и тем, что сжигаем жир, кроме всего прочего. Что еще? Я забыл. У нас есть минералы, у нас есть минеральный набор. Но, еще раз говорю, у нас есть то, что называется ледокол или драйвер. Это белковый набор в первую очередь. У нас есть те самые подсластители. Еще очень хочется добавить, да, извините, что вмешиваюсь, что у нас есть коллаген. Это для всех, кто охотится за красивым, прекрасным, замечательным внешним видом. Если бы я был сейчас римлянгом, я бы заорал на Максима Курпушев, перевозначает моя огромная вина. Полина, которая у нас чрезвычайно близка к спорту, не могла не отметить этого. И теперь давайте про коллаген. Это действительно мое серьезнейшее упущение. Давайте про него несколько слов. Коллаген – это 74% белков организма. И коллаген в том виде, в котором мы его получаем в составе коктейлей, он у нас, опять же, легко усвояем. Это означает, что он легко трансформируется, попав в организм человека, он трансформируется в коллагены, которых много, свойственные именно данному, каждому из нас. И это принципиально. И это не только хорошее состояние кожи, не только великолепная эластика, не только хорошее состояние суставов. Коллаген практически находится, практически везде, во всем опорно-двигательном аппарате человека. Это матрикс, соединительная тканная матрикс, органы, на которых, собственно говоря, висят предхематозные компоненты. То, что составляет, собственно, если мы говорим о внутренних органах. Коллагена много. Коллаген сам по себе является после белка, пожалуй, по структурной значимости номер два. После вот этого нашего вкусовая белка. Я свою холебную речь по поводу белковых коктейлей наших, не белковых, а именно коктейлей Wellness Faberlics закончил. Но давайте о моменты принципиальные по поводу, во-первых, для чего, во-вторых, от чего. И в третьих, зачем? Оптимальный режим. Вы знаете, прекрасно, что у нас существует циркадный ритм существования наших ферментов пищевоедительных. У нас должна быть определенная калорическая и структурная нагрузка в питании. И была разработана достаточно простая схема. Вечерний прием коктейля вместо ужина. Полдник в виде батончика. Как дополнение, в случае, если начинает доминировать какое-то чувство голода, или, что называется, сосет под ложечкой у тех, особенно у кого, кому приходится перестраиваться на этот режим. Дальше, что из важнейших моментов, о которых мы говорим. У нас, опережая события, но тем не менее, мы просто сыто по горло этими вопросами, в хорошем смысле этого слова. Но, знаете, у нас вопрос, который просто уже, он у нас уже просто... У меня такое ощущение, что он у меня уже отпечатан на моем очень темно-сером и веществе головного мозга. Можно ли увеличить массу тела с употреблением коктейля? Безусловно, можно, если его вместо замены ужина коктейля, к ужину добавить коктейли. Вот тогда масса тела начнет увеличиваться. Для того, чтобы... Есть один единственный очень маленький и очень лукавый ответ на эту тему. Коктейль как таковой, даже без применения его в комбинации, скажем, с доброгеном или скульптой, занимается формально. Он способствует увеличению мышечной массы. То есть, в данном случае, вы увеличиваете мышечную массу не сильно, не много. Это примерно 15-20% в общем комплексе увеличения мышечной массы, но при помощи коктейля Веллс. Второй момент. Когда мы говорим о витаминах и витаминоминеральном наборе, это почему-то... Ну, остается практически за кадром, это почти никто не помнит, выбирая именно этот коктейль. Но есть момент, который для нас тоже принципиален. Беременность, лактация, окорбление в груди. У меня вопрос. В процессе беременности зачем пить коктейль? Я задаю этот вопрос огромному количеству спрашивающих. И у меня в сложности с поиском ответа на этот вопрос. Первое и абсолютное правило, которое мы теперь уже пишем в ответах на ваши вопросы, звучит следующим образом. Все, что связано с беременностью, лактацией, любые изменения вашей диеты, любые введения любых новых пищевых компонентов, пищевых добавок, БАДов, и, разумеется, лекарства, если понадобится, это только после абсолютно необходимой консультации с вашим наблюдающим лечащим врачом. И только так. Это связано с тем, что нам с вами нужно, в первую очередь, не повредить организму маленького, который еще не родился, или уже родился и употребляет ваше молоко. И, в вторую очередь, не повредить вам. С чем это связано? У нас есть витаминные наборы, и вообще любая беременная или кормящая дама, она почти в 100% случаев получает особые отдельные рекомендации лечащего врача. Мы не будем устраивать передозы тех же витаминов. Но, тем не менее, я вмешаюсь, мы не запрещаем пить коктейли, именно wellness-коктейли во время беременности. Единственное, что это делать нужно строго по согласованию с врачом. Вы нам пишете, что да, коктейли в беременность просят использовать как источник белка и витаминов. И, в принципе, да, это верно, потому что коктейли – это предмет функционального питания, действительно поддерживающий, обогащающий ваш организм. Просто всё делать нужно без фанатизма и аккуратно, и следить за своим состоянием. В принципе, коктейли, батончики, супы и омега-3, 6, 9 – они беременным не запрещены, их можно. Всё остальное не надо, вот прям совсем не надо. Ни во время беременности, ни во время лактации. Но, как Александр правильно сказал, очень аккуратно, ещё раз повторимся, подчеркнём, никогда не лишний подчеркнуть, ещё раз, только по согласованию с врачом. Давайте вам обратим первое, Полин, спасибо огромное за эту резюмирующую, назовём это так, фразу. Но давайте представим себе ситуацию. У дамы там 6, 7, 8 месяцев беременности, она ничего интересного не принимает, и задаёт себе или нам вопрос, можно ли как-то, да не просто можно, а нужно. Слушай, в этой ситуации, вы получите, всё будет совершенно замечательно. Это в ситуации, когда она ничего не получает сверху, и у неё нет выраженной патологии, у неё нету нефропатии, у неё нету гистоза, и много чего у неё нет. Окей, пока это всё, что я хотел сказать. Да, ещё давайте сразу немножечко поясним, что вот эти вот 3 новых куса, мы всё-таки обещали о них тоже немножко сказать, они на самом деле, ну кроме вкуса, да, ничем не отличаются от тех wellness коктейлей, которые уже вышли. Это просто, ну, добавление в линейку. У них нет каких-то особенных новых свойств, нового состава, ну, кроме, не подсластителей этих, господи, вкусовых добавок, да, которые формируют вкус коктейля. Вот, и ещё раз повторимся, что это вот яблочный штрудель, кофе, банан. Кстати, если вы вдруг попробовали, вы нам тоже расскажите, нам прям интересно очень, какие вам больше нравятся, какие вам зашли, ну, как говорится, да, вкусы. Вот, а что касается новинок, то у нас совсем скоро уже будет, да, премьера веган линейки, о ней мы расскажем попозже, когда она выйдет, у нас будет тоже обязательно прямой эфир, посвящённый ей. А сейчас переходим, наверное, к вашим вопросикам, которые вы до эфира прислали. Непременно. Скажите, пожалуйста, можно ли сочетать одновременный приём пихтовит и секреты Востока, запятая к примеру, может есть последовательность в применении БАДов? Первое, это не БАДы. Второе, никаких проблем в применении пихтовит и секреты Востока нет. Более того, это отличное сочетание, которое при определённом сходстве, скажем так, итогового результата, который связан, конечно, с иммуномодуляцией, с мощным, назовём так, наращиванием иммунных резервов организма, тем не менее, это совершенно разные пути. Можно и нужно. Скажите, пожалуйста, как правильно использовать травяные сборы, можно ли их пить вместе? Ну, мне понадобится где-то часа два, чтобы ответить точно на этот вопрос. Но самое обидное в том, что мы действительно очень подробно на эту тему говорили. Разумеется, можно. Более того, травяные сборы в том виде, в котором они у нас есть, это как краски на палитре серьёзного художника. То есть вы, первое, ставите себе цель, и второе, вы начинаете их комбинировать. Никаких проблем. Разумеется, не стоит пить одновременно детокс-молнинг и детокс-ливнинг. Вот этого делать не надо. Не стоит. Ну, всё остальное давайте пока что оставим за кадром и будем готовы. Подожди, а почему одновременно детокс-молнинг и детокс-ливнинг не надо? И уже можно как раз один утром, один вечером об этом говорить? Вы гениально задали мне этот вопрос, но я не хотел бы, чтобы утром пили одновременно. А, одновременно не надо, да. Одновременно не надо. Значит, потому что утром пили, всё ясно. Да-да-да. Нет, просто понять-то можно. Понять можно действительно по разуму. Вопрос сгущения крови. Скажите, пожалуйста, нет ли среди наших добавок тех, кто способствует сгущению? Или наоборот, если те, что помогут разжить её? Алоэ-вера, например. У нас нет добавок тех, кто способствует сгущению. Или наоборот, те, кто помогут разжижить её. Сгущение крови как таковой достаточно сложный процесс. И у него сгущение крови – это большая беда, как мы знаем. Это беда массовая. Причём беда и горожан, и горожанок, и людей всех возрастов. Только если в молодом возрасте она почти не влияет на наше здоровье, она очень сильно влияет, начиная где-то к 35. Потому что, называемые сейчас временами, сгущение – это бытовой термин. Это, короче говоря, наклонность к образованию тромбов, тромбоэмболов. И вот это уже очень серьёзная сессуистая проблема. Подобных продуктов у нас нет. Были бы они у нас или появились бы, мы были бы, с точки зрения элементарной этики, мы были бы в крайне скверном положении. То же самое с разжижением крови. Разжижение крови… Ну давайте так, когда я требую от своих пациентов, и очень прошу вас не забывать постоянно принимать воду, принимать воду как лекарство. Те самые 2-2,5 литра. Очень строго индивидуально, но всё это надо делать. Это ведь не разжижит кровь. Разжижают кровь тромболитики, антиагреганты, дезагреганты, тяжёлые лекарства. Давайте про них сейчас. Забудем, у нас их нет. У нас в принципе нет лекарств, у нас есть именно пищевые добавки, у нас даже БАДов нет. Они крайне незначительно на самом деле влияют на какие-то такие серьёзные процессы в организме, они больше способствуют общему укреплению здоровья. Это тоже важно понимать. У меня вопрос к коктейли для поднятия веса. Для того, чтобы наоборот вес скинуть, они не идут. Немножечко я запутался, но главный вопрос к коктейли для поднятия веса, мы об этом говорили. Да, смотрите, по поводу не идёт вес вниз, могут быть очень разные причины. Дело в том, что, мы уже об этом тоже говорили, коктейль не является панацеей от лишнего веса. Он работает именно в комплексе. То есть, если вы занимаетесь хоть каким-то фитнесом или ходите по 10 тысяч шагов в день, ну, хотя бы минимально, да, или какую-то зарядку с утра вечером делаете. Если вы пересмотрели свой рацион, и, например, день начинаете с углеводов, заканчиваете белками, и в середине дня тоже не объедаетесь булками, вот, тогда в комплексе это всё работает. Если вы по-прежнему едите, что хотите, но при этом ещё добавляете коктейль, то, скорее всего, результата у вас не будет. Или он вообще будет отрицательным. Бесспорно. А теперь ещё момент, который я обязательно и обязан его добавить в этой ситуации. Есть же такие попытки диетической агрессии, аутоагрессии. То есть, вдруг устраивают себе вне всяких научных методик, начинают там есть, получать в 4-5 раз снижают общий объём пищи, и вот тогда очень интересно. Разумеется, будет ли падение массы террора, конечно, будет. Стресс, конечно. Конечно, это стресс. Он сам по себе стресс, по-прежнему, абсолютно права. Это стресс сам по себе просто. То есть, это организм вопит при помощи своих нейромедиаторов и гормонов, вопит, надо мной издевается, и вообще у меня катастрофа. Но, кстати, в связи с этим, коктейль «Велнес» вдруг начинает работать как панацея. Потому что если человек с утра, такой маленький фрагментик сухарика и чёрный кофе, без сахара в обед, вообще не пойми, что. А вот вечером этот коктейль начинает восприниматься как манна небесная. Я постоянно, уже несколько случаев у меня было, мало того, что падает вес, так ещё и психологический коктейль вдруг становится подарком судьбы, что он у тебя есть, и что ты можешь его сделать, и он ещё вдобавок… Вкусненький. Он вкусненький. У него фрагментики ягодок. Я вот недавно из этих фрагментики ягодок просто были у меня как солнце. Среди ночи это было безумно вкусно. Пошли дальше. У меня вопрос. 10 дней после удаления желчного пузыря можно ли включить в рацион «Велнес» коктейль, «Доброген», «Паргумин» и «Алоэ баланс»? Можно. Безусловно, можно. Только не рановато ли 10 дней после удаления желчного пузыря? Коллеги, есть понятие постхолецистоктомический синдром. Это состояние, которое развивается. Неважно, каким способом был удалён пузырь, неважно, какой длины остался. Осталось, простите, культя шейки, так называемый доктор cysticus. Это мы в данном случае оставляем за кадром. Но, понимаете, невероятно сильно меняется вся парадигма пищеварения. Желчь начинает поступать почти беспрепятственно. Начинает поступать в одиннадцатоперстный пешок. И у человека могут быть разнообразные, что называется, у человека, пардон, колбасит. И очень сильно. То есть он не знает, как. У него другие отношения с пищей. У него по-другому начинает переносить пищу. Чаще всего это заканчивается великолепно. Все становится, приходится в норму. Человек вообще забывает о том, что у него когда-то был такой бесполезный орган, как желчный пузырь. Поэтому 10 дней немножечко рановато. Я бы рекомендовал хотя бы месяц после операции. И более того, до этого у вас должна сформироваться некая собственная диетическая парадигма. Собственный диетический набор продуктов. Не продуктов, Боже, спасибо. Блюд, которые вам удобно, комфортно. И которые у вас хорошо переносят. С тем, что у вас не было ни болей, ни спазмов, ни вздутия, ни всего остального прочего. Очень тяжелый вопрос. Прошу прощения. Тяжелый вопрос, но интересно. Можно ли рекомендовать наши коктейли женщине с билярным циррозом на фоне аутоиммунного гепатита? Или в этом случае нельзя пить никакие коктейли Веллес, в том числе или веганские коктейли? Да, есть такая проблема. Аутоиммунного гепатита полной. И билярный цирроз – это один из вариантов тяжелой стадии аутоиммунного гепатита. И у нее есть всего-навсего, у этой проблемы есть всего-навсего два варианта. Первое. В состоянии обострения белковая пища исключена. То есть речь идет о практически без жира. Практически это либо пребиотики в комбинации с легкими углеводами. Такими, например, как там даже рекомендуется мурмелад, там рекомендуется мед, там рекомендуется легкие те же бананы, те же фруктовые соки. То есть там, где олигосахаридов полным-полно. Это первое. В противном случае, в состоянии вне обострения, и коктейли Веллес, и Доброген, и Прогумин. Я просто прописал бы, как один из непременных компонентов диеты. Смысл. Ничего не добавят плохого к общему плохому от иммунного фона, а улучшат обмен, разные виды обмена, это можно быть за это практически спокойно. Но, разумеется, это все за благословение в этой ситуации. То же самое, как при беременности и при лактации, за благословение вашего лечащего врача. Почему? Биллиардный цирроз, тревещенный биллиардный цирроз, проблема большая. И если человек регулярно получает терапию, то любая диета, или вообще любая еда, как таковая, должна быть под жестким контролем доктора. Я готов отвечать на последующие вопросы. Прекрасно, у нас их есть. В смысле? Так, ну начинаем с комплиментов. Нам говорят, что очень вкусный шоколадный коктейль, получается вкус мороженого. Ну, видимо, вы на молоке делаете. Да, очень вкусный. Мне так, например, ванильный нравится. Тоже прям прекрасно идет. Дальше. Коктейль, конечно, вкусный, но лучше было бы и удобнее, если бы были по порциям. Может быть, сделать каждую порцию в отдельном пакетике. И вы же, Татьяна, нам дальше внизу написали, что таким образом вам было бы удобнее миксовать вкусы. Ну, слушайте, вы можете изначально в шейкер насыпать половинку мерной ложечки одного, половинку мерной ложечки другого. И, в принципе, таким образом замиксовать не обязательно же с собой пачки коктейлей таскать. Можно просто вот насыпать шейкер, потом залить молоком или водой в течение дня, когда вам удобно. А можно и субъективное мнение? А вот не нравится мне миксовать вкусы. У них настолько выражены. Мне кажется, малина с клубничкой вкусна. Почему нежно должно получиться? Боже мой, ну что вы за люди? Это же отдельные ягодки. У них отдельные совершенно... Даже не знаю, как это сказать. Начинаешь применять дегустационные дармы. Не хочу миксовать. Да, и вот вам же, Татьяна, тоже ответили, что есть мерная ложка, зачем пакетировать, будет дороже. Но, в принципе, да, соображения экономии, я тоже думаю, имели здесь место быть. Так, добрый день, да, добрый день вам. Так, пошла дискуссия о пакетиках. А, вот еще вопрос. Омега-3 должна быть отдельно от омега-6-9? Часто ведь об этом говорят. И у нас там дальше было ниже продолжение. Ольга, мы по вам скучали. Вы пишете о том, что, конечно, принимать нужно только омегу-3, 6 и 9 не нужно. Они у нас и так в избытке от перекосов, соотношения серьезные проблемы со здоровьем. Ну, давайте, Александр, ответим. Можно я очень коротко скажу по этому поводу? Друзья мои, омега-3, омега-6, омега-9, они, понимаете ли, в чем дело? Они все время в пище. Они были, есть и будут при нормальном рационе. Если мы сами не устраиваем себе, пардон, эскимоскую диету или диету какого-нибудь там из Центральной Африки, мы обязательно получим омегу-3, 6 и 9. Заниматься, так сказать, жесткими критическими замечаниями по поводу перекосов я не стал. Я сейчас объясню, почему. Можно несколько килограммов распечатать исследования по этому поводу. Никаких перекосов нет. Омега-3, 6 и 9 – это нормальная ситуация. Омега-3 интереснее тем, что у нее есть более выраженные, подчеркиваю, более выраженные биологические эффекты, целевые и более медицинские. Это все. В этом ее главное достоинство. Но еще раз повторю. Я, например, никогда в жизни не буду отделять для себя и для кучи своих пациентов, не буду устраивать, так сказать, жесткую рекомендацию только омега-3. Так, здравствуйте. Что за линейка веган? Ждем. Дарья, ну вот будут у нас скоро продукты, тоже коктейльчики вэлносовские, только именно для людей, которые придерживаются вегетарианского, веганского питания. Веганского. Веганского, простите, поправилась. Да, веганского питания, потому что в оригинальных коктейлях у нас есть животные компоненты. Конечно, к сожалению, из-за этого просто не все люди могут их себе позволить. А что конкретно там будут за вкусы и какие-то еще нюансы, мы вам расскажем чуть-чуть позже. Обязательно следите за анонсами, они будут в ленте. Так, едем дальше. Фаберлик обожаю. Ну, спасибо огромное, нам очень приятно. Нам тоже нравится. Можно ли принимать коктейли вэлнос после химии и лучевой терапии? Можно и должно. И моя бы воля, я включил бы это в некий обязательный диетический набор, потому что и химия, и лучевая терапия это в первую очередь распад, как побочка, это распад структурных белков, в данном случае мы говорим о белках, как в химии и химии и химии, то есть, например, тех же мышечных или внутренних органов, так и той самой соединенно-тканной матрицы. Друзья мои, я не знаю, если у нас будет время, мы как-нибудь коснемся того, что такое вообще соединенно-тканная матрица, что такое вообще роль белка. Потому что чем больше мы об этом говорим, тем больше мы включаем на эту тему недоуменных вопросов. И у нас еще один такой достаточно обширный вопрос. Если можно, объясните, пожалуйста, разницу между пищевыми добавками и БАД. Как кратко ответить клиентам на этот вопрос? Мы сделаем по этому поводу вам отдельную методическую, короткую, я надеюсь, разработку. Ответить на этот вопрос не просто, потому что существует и в интернете достаточно много версий. Поэтому не отвечу сейчас, я сделаю вам отдельную эту работу. Беда заключается в том, в первую очередь, это разница в регистрационном статусе. И разница в юридической оболочке. Потому что иногда одно и то же вещество я вижу в составе пищевой добавки в виде компонентов функционального питания в БАДе и даже в лекарствах. Ну и плюс в БАДе, насколько я понимаю, концентрация просто выше содержимого. Это зависит от степени чистоты ингредиента, от концентрации, от итоговой дозы. Ваш покорный слабо несказал сделал лекарства на основании БАДов, которые предварительно были пищевыми добавками. Я увеличил дозу. В шестом каталоге выходят новые коктейли. Можно ли их в пост? Да, это как раз те самые коктейли веган, о которых мы говорили. Так что можно. Можно ли принимать коктейли Wellness после лечения злокачественной опухоли химио-лучевой терапии? Спасибо. Мы же только что отвечали. Мы только что делаем этот вопрос. Можно и должно. Так. В пост коктейль нельзя, как я поняла. Смотрите, в пост нельзя те коктейли, которые есть сейчас, потому что в них есть белок животное, например. Те, которые выйдут в шестом каталоге, их будет можно. Так. Как лучше готовить коктейль? Можно ли блендером взбивать? Слушайте, ну можно, если нет шейкера. Вообще, в принципе, их шейкеры делают, но можно и в блендере, ничего такого в этом нет. Так. И опять были вопросы про химию и лучевую терапию. Сегодня как-то они популярны. Вот. Друзья, пока это все вопросы, которые вы успели присылать нам во время эфира. Если еще какие-то вопросы есть, у вас пока тоже существует возможность их задать. Мы с Александром еще не уходим и ждем. А теперь маленький, знаете, диджестив. Есть аперитив, есть диджестив. Диджестив следующий. Почему мы сейчас касаемся, повод не только в том, что появилось клингово вкусов, не только в том, что скоро будут веганские коктейли, а что у нас сейчас собственно говоря происходит. У нас происходит выход из зимушки в то, что сейчас называется весной. Как мы буквально печатим, называется весной. Но если быть абсолютно серьезным, то сейчас крайне невеселая ситуация с обменом веществ у всех присутствующих. У всех. У нас есть традиционный сезонный иммунодефицит. У нас есть ковид. у нас есть набор назовем это так и постстрессовый в том числе, потому что зима была полна стрессов, связанная в первую очередь с пандемией и во вторую очередь с назовем так с экономическими последствиями пандемии. Зачем нам нужно в связи с этим как-то илево? Друзья мои, у нас есть у всех, у всех, у всех есть антительный дефицит, у нас есть дефицит прекурсоров антител, то есть белков из которых они потом начали формироваться. Давайте об этом не забывать и давайте коктейли устроим себе подушку безопасности. То есть коктейли сейчас в принципе нужны практически всем. Практически всем. Я бы многим, всех, кого я вижу ежедневно, я давал бы, устраивал бы полторы дозы что-нибудь в таком духе, потому что это принципиально важно. И принципиально важно то, что о чем мы говорили еще весь прошлый год. Это то, что нам мы должны бороться. Слово борьба, вообще плохое слово. Мы должны стремиться к тому, чтобы наши предшественники наших белков попадали к нам в нужном количестве в организме, чтобы они были легко усвояемы, чтобы они устраивали нашим ферментативным системам избыточную нагрузку, чтобы они у нас усваивались практически 100%. Вновь возвращаясь к страшной истории в начале нашего сегодняшнего эфира, стейками мы не спасемся. Самой лучшей, самой восхитительной, самой редкой рыбой мы не спасемся. Самыми лучшими, самыми дорогущими яйцами, с потрясающим оранжевым желтом мы не спасемся. У нас мы не получим то усвоение белка, которое мы очень хотели бы. И это проблема. У нас есть экстремисты, которые говорят, а давайте питаться только аминокислотными взвесами, аминокислотными коктейлями и так далее. Ну, кончится плохо, потому что человеку нужна масса все-таки вкусовых ощущений. Нужно человеку оставаться в рамках нормальной природной пищевой парадигмы. Но коктейли... Знаете, с самого начала, когда я только ознакомился с этой темой, у меня даже тогда уже не было даже следов скепсиса. Было понятно, что это серьезно, это серьезный продукт, и мы поэтому возлагаем на него колоссальную надежду. на самом деле, мне кажется, что мы с вами сейчас уже будем закругляться, у нас буквально пара еще замечаний. Вы спрашиваете, можно ли шоколадным меду диабетикам? Вы имеете в виду какой-то конкретный шоколад, темный, обычный, белый, какой? Не очень понятен вопрос. Можно я тогда осторожно отвечу, совершенно спокойно. Первое, считайте количество углеводов, которые вы получаете. сейчас говорим у пациентов с диабетом. 130 грамм углеводов во всем в любом случае нужны. Поэтому рассчитывать все эти вещи можно только естественно под контролем эндокринолога с специальными таблицами. Делаться не очень сложно. Мед, это, конечно, не тот продукт, который нужен диабетику, как какого. Шоколад на меду, все зависит от дозы, поэтому будьте добры к врачу. Чаньте, стресс-огонь. Да, мы согласны, он, правда, классный. Так, можно ли пить коктейль на ночь? Нужно, мы об этом говорили. Если вы хотите именно добиться похудательного эффекта, вы заменяете коктейлем ужин, тогда вообще он прям прекрасно работает. Если вам просто захотелось выпить коктейль на ночь, в этом тоже ничего такого нет. По поводу продукции Нечаев Family Club вам, наверное, нужно спросить у соответствующего аккаунта, он есть в Инстаграме, и вам там наши коллеги прекрасно и подробно расскажут все о своей продукции. Так, после химии и лучевой терапии принимала дорогие БАДы, антиоксиданты, эндолтрикарбинол, трикарбинол, но они были очень дорогими, я променяла все на омега-3-6-9, антиоксидант, бьюти и мастоп. Давайте так, вы описали свое решение, эндолтрикарбинол променивать на что-то не надо, надо к нему эти вещи добавлять. если вы совсем точными, это есть несколько вариантов, десятки БАДов с эндинолом так называемым, или эндинолом форте, и с эпидалокетахин-тригалатом, который к этому комбинируется. Я рекомендовал бы настоятельно, во-первых, к нему вернуться, во-вторых, конечно, не забывать о том, что вы сказали из набора наших продуктов. В первую очередь это Мосток. Я обязан был бы рекомендовать еще секреты Мостока, потому что они невероятно хороши в этом составе. Но все зависит от очень конкретной клинической ситуации, которую мы сейчас, к сожалению, обсудить не сможем. Так, еще вы задаете, не очень понятно дозировку, вы написали 11-2, ну, я думаю, что половинка дозы имелась в виду, как порция коктейля и протеиновый батончик. Но, как бы, это два полноценных продукта. Александр уже говорил о том, что, в принципе, протеиновый батончик, например, wellness, можно использовать в качестве перекуса, там, вместо полдника, если вы проголодались в течение дня. Вот, а коктейль можно употреблять на ужин. Ничего такого, если в один день, грубо говоря, оба продукта есть, в этом ничего страшного. Так, друзья, больше вопросов... А, полторы порции имелось в виду. Ну, это получается примерно, да, то на то. Вот, слушайте, больше вопросов я не вижу. Спасибо вам большое за активность. Наверное, мы с вами будем уже на сегодня прощаться. Вот, и в следующий раз уже увидимся в середине, и услышимся в середине апреля. Вот, мы обязательно вернемся и будем вам снова рассказывать много всего интересного о наших продуктах и о здоровье. Всего доброго. в середине апреля. Спасибо. 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 Продолжение следует...